Привет всем и добро пожаловать в следующий выпуск серии видео о древних и мёртвых языках мира. Сегодня мы поговорим об авистийском языке. Итак, авистийский язык был распространён очень-очень давно. Ну, приблизительно учёные считают где-то во втором тысячелетии до нашей эры и аж до шестого века нашей эры. Такая вот очень-очень длинная, такая длинная история у языка появилась. Что ж такое авистийский язык? На самом деле сложно сказать, что это мёртвый язык. Окей, сказать легко, это мёртвый язык, вымерший. Однако на сегодняшний день его используют в богослужениях, в богослужениях зороастризма. Такая вот религия. Поэтому для всех, кто говорит, нет, он жив, он не мёртвый, его используют. Нет, он мёртвый, потому что в повседневной речи не используют и он не развивается. Он как будто бы законсервированный только в целях богослужения. А язык, который не развивается, не может считаться живым. Итак, авистийский язык. Один из двух древних иранских языков, который был лучше всего исследован, наряду с древнеперсидским. Да, древнеперсидский это тоже мёртвый язык. Он переродился, как бы развился в среднеперсидский, среднеперсидского в новоперсидский, но древнеперсидский – вымерший язык. Но сегодня про авистийский. Корпус текстов авистийского языка состоит, скажем так, был собран в соответствии с территориями древних сатрапий, иранских сатрапий. Сатрап – это административная единица древней Персии. Итак, в соответствии с иранскими сатрапиями – арахось, арахосии, арии, бактрии и маргианы, которые соответствуют территориям современного Афганистана, а также частично Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Текстовый материал авистийского языка можно поделить вообще на две категории в соответствии с содержанием. Первая категория – это религиозные тексты зороастризма, которые датируются, самые древние датируются где-то первым тысячелетиям до нашей эры. И вторая категория – это корпус поэтических текстов, которые попали через мифологию и древние эпосы древнего Ирана. И многие из них предшествуют эпохе зороастризма. Но самый интересный факт из этого всего – это то, что ни один из этих текстов, из этих материалов не был зарегистрирован в письменном виде до того, как сам язык уже вымер, что произошло где-то между IV и VI веками нашей эры. А откуда же появились все эти тексты, вы спросите? На самом деле, когда пришла эра Сасанида, если я не ошибаюсь, секундочку проверю, да, когда пришла эпоха Сасанитской империи, то есть это вторая Персидская империя, не решили, что надо все эти тексты зарегистрировать и записать. Если у авистийского языка не было своей письменности, что же делать? Сасанида придумали. Они зарегистрировали все литературные традиции авистийского языка, используя письменность пехлеви. Пехлеви – это вид письменности древней… не древней, средней Персии, среднеперсидского языка. Естественно, что просто этой письменности не было достаточно, потому что в алхавите пехлеви было всего 16 букв, во всяком случае 16 букв, которые попали в авистийский алхавит. И этот алхавит был расширен, чтобы зарегистрировать все тонкости, все фонологические тонкости авистийского языка, потому что, согласно исследованиям, говорят, что это был язык тональный. А тональный язык регистрировать немножечко сложнее, чем обычный. И да, в этой кодификации алфавита все эти тексты, которые были переведены, скажем так, на пехлевийский алфавит, авистийские тексты получили название «Авеста». То есть вся вот эта вот сборник всех этих текстов получил название «Авеста». А все комментарии и переводы, которые сопровождали эти тексты, получили название «Зэнд». «Зэнд» — это название, которые получили толкование текстов древней иранской священной книги «Авеста», а также её адаптированные переводы на современные комментаторам иранские языки. То есть был древний авистийский язык, это все тексты «Авеста», как бы такое общее название, и язык «Зэнд». Это все комментарии, переводы на современные иранские языки, которые были сделаны современной того времени комментаторам иранские языки. Так, что можно сказать ещё о песненности авистийского языка? Ну, интересный факт, что каждое слово было отделено точкой. То есть мы привыкли к тому, что точка всегда стоит в конце предложения. Нет, там это был как отделяющий слова знак. И в авистийском не было никаких диакритических знаков и не было ударений. Про диалекты авистийского языка выделяются два диалекта. Это гадха, язык более древний и язык классический, то есть диалект классический, который составил основную массу авистийского языка, более, скажем, более повседневный, что сказать. То есть первый был более древний, архаичный язык, и у него такое соотношение со вторым диалектом, как бы будто бы у ведического с санскритом и как у гомерического греческого и атического греческого. То есть такое вот соотношение. Если первый считается, гадха считался языком зороастра и более священным, более чистым, более правильным, то во втором диалекте прослеживаются уже какие-то несоответствия с грамматикой, нарушения синтаксической структуры, то есть уже не такой чистый, более разговорный язык. Что касается грамматики языка и структуры языка, то авистийский язык это синтетический язык с номинативной структуры. У всех имен существительных и прилагательных было три рода, мужской, женский, средний, три числа, единственное, двойственное и множественное число, и еще было восемь падежей. Очень мало на самом деле. У глаголов было два залога, активный и медиальный залог. Медиальный залог, как будто бы, когда действие производится над самим собой. Например, было предложение она повязала себе венец. Венец это типа корона такая небольшая. То есть вот эта вот себе рефлексивность это один из признаков медиального залога. Также было четыре вида или наклонение, индикатив, императив, субкунтив и аптатив. Субкунтив и аптатив считаются они немножко похожи между собой, но аптатив чаще всего используется для выражения надежды или желания. А также было три времени грамматических. Настоящее, продолжительное, повторяющееся действие, аористическое время, аористу, действие завершённое, единичное и мгновенное, а также перфектное время, которое выражает результат действия. Порядок слов в предложении был свободный. И что интересно, что авестийский словарный запас очень сильно повлиял на языки народов, которые исповедуют зороастризм. Например, в современном персидском языке очень много заимствований из авестийского, окей, не заимствований, но которые имеют авестийское происхождение, как минимум. Например, атэш, огонь, произошло из авестийского атарш. Потом персидский бэхэшт, рай, происходит от авестийского вахишта, аху. лучший мир. И еще один такой интересный факт про авестийский язык, что он очень похож с ведическим санскритом. То есть, я когда смотрела разные видео, как звучит авестийский язык, который мы можем немножечко тоже сейчас послушать, было очень интересно то, что люди в комментариях писали, боже мой, как похоже на ведийский, на ведический санскрит, как похоже, как похоже. то есть, казалось бы, где иранские языки и где санскрит. Но на самом деле оказывается очень даже близко. Итак, напоследок послушаем немножечко, как звучал авестийский язык, как он звучит, как его используют в современных богослужениях. Этот кусочек это гадха, то есть, в переводе песен Зара Тустры Песень 51. Включаю. Вот такой вот небольшой кусочек авестийского языка. Надеюсь, это было полезное видео. Оставляйте свои комментарии, идеи. На всё отвечу. Пока-пока.